Крупнейший аэропорт на острове Хайнань, Китай, называется Хайкоу-Мэйлань и имеет международное значение. На острове расположен еще один аэропорт, который называется Санья-Феникс, также принимающий пассажиров со всего света. Оба комплекса находятся в непосредственной близости от крупных городов Хайнаня. Аэропорт Хайкоу-Мэйлань, изображенный на фото, находится на северо-востоке острова, в 25 километрах от центра города Хайкоу. Он был открыт в 1999 году, заменив старый Хайкоу-Сити аэропорт. Мэйлань управляется китайской компанией H&A Infrastructure. В 2017 году аэропорт обслужил 22 584 815 пассажиров, что делает его 17-м по загруженности в Китае. Размер комплекса составляет 60 200 кварталов. М. Имеет 45 пунктов регистрации и является рабочим местом для 565 человек. Контакты. У аэропорта Хайкоу-Мэйлань имеется два кода. H&K по системе ИАТА. Второй имеет форму ZJHK, если используется система ИКА. Первый пассажир может наблюдать на своем багаже, а также на билетах. Второй используется теми, кто контролирует воздушный трафик и при планировании полетов. С аэропортом возможно связаться несколькими способами. Номер горячей линии обслуживания клиентов – плюс 86 898 65 76 0114. Номер горячей линии для жалоб – плюс 86 898 65 75 13 15. Номер медицинского обслуживания – плюс 86 898 65 75 19 20. Эмейл – mljc315sobacomlarport.com. Факс – плюс 86 898 65 76 22 22. Также есть возможность заполнить онлайн заявку, если у пассажира появилось какой-то вопрос или жалоба. Это можно сделать на официальном сайте аэропорта на китайском и английском языках. Табло с расписанием рейсов. В каждом аэропорту имеется табло, на котором пассажиры могут узнать, когда улетают или прилетают определенные самолеты. Данное табло можно найти в терминалах, на гейтах и на официальном сайте аэропорта. Там имеется несколько отдельных колонок – время прилета или вылета сегодняшних рейсов, пункт назначения или места, Откуда прилетит самолет, номер рейса. Обычно он состоит из двух заглавных латинских букв и четырех цифр. Статус, который показывает, прилетел или вылетел ли самолет, есть ли задержки или отмена рейса, номер гейта, если табло показывает вылетающие рейсы. Важно, необходимо постоянно проверять табло, так как все изменения, включая отмены, задержки или смены гейта, будут отражены там. Также всегда нужно внимательно слушать то, что передают по громкоговорителю, иначе есть риск пропустить свой рейс. Схема аэропорта. Он имеет два терминала, один для домашних перелетов и один, новый, для мировых рейсов. Первый предназначен для рейсов в пределах Китая, а второй, для всех остальных. При входе в аэропорт необходимо проследовать по указателям, ведущим к одному из нужных терминалов, где необходимо пройти чек-ин. Это можно совершить несколькими способами, произвести чек-ин самостоятельно с помощью специального киоска. Чаще всего потребуется либо ввести код, который пассажир получил после оплаты билета, либо отсканировать паспорт. Такая услуга доступна только совершеннолетним пассажирам, которые приобрели билеты онлайн на домашние рейсы. Самостоятельный чек-ин можно сделать как в аэропорту, так и в отелях Civil Aviation Hotel в High Co. Estate Guest House. Пройти через стойку регистрации, где необходимо предоставить паспорт. Там пассажиру сделают чек-ин работники аэропорта, а также примут сдаваемый багаж. Сделать групповой чек-ин, если пассажиры летят в группе. Данный вид чек-ин необходимо бронировать заранее с помощью факса или по электронной почте. Также необходимо будет заполнить специальный бланк. Посадочные талоны подготовят заранее. Дополнительная информация. Схему аэропорта можно детально рассмотреть на официальном сайте Мэйлань в разделе «Карты». Услуги. В аэропорту Мэйлани имеется три парковки. Парковочное здание на севере от центра туризма в аэропорту. Оно включает в себя 10 этажей и 3315 парковочных мест. Здание полностью модернизировано, включая системы самообслуживания. Там можно парковать только автомобили, в которых менее 12 мест весом менее 1 тонны. Цена за один час составляет 8 юаней, за каждый последующий час будет прибавляться 3 юаня. Максимальная стоимость составляет 50 юаней. Первые 20 минут будут бесплатными. Большой и средний парковочные лоты. Находятся на севере от домашнего терминала. В целом имеют 834 парковочных мест. Возможно как временная, так и постоянная парковка. Для маленьких автомобилей, менее 12 мест или 1 тонны, цена составляет 6 юаней за первый час и 3 за каждый следующий. Для средних, 13-24 мест или 1-5 тонн, цена составит 8 юаней за первый час и 5 за каждый следующий. Большие машины, более 25 мест, обойдутся в 15 юаней за первый час и 8 за каждый следующий. Если пассажир желает оставить машину на долгий срок, то цены будут другими. В зависимости от размера транспортного средства первые 24 часа будут стоить от 30 до 40 юаней, а дополнительные 12 часов от 15 до 20 каждый. Парковочные лоты на севере интернационального терминала. Имеется 216 парковочных мест. Цены соответствуют ценам домашних парковочных лотов. Дополнительная информация. Лучше всего рассчитать цену на парковку на официальном сайте аэропорта с помощью специального калькулятора. Чтобы отдать багаж на хранение, необходимо позвонить по специальному номеру и заранее зарезервировать место. Камера хранения находится на одном этаже домашнего терминала. Чтобы заказать данную услугу, необходимо позвонить по номеру плюс 86 898 65 75 15 28. Напротив 20 выхода находится комната матери и ребенка. Она оборудована всем необходимым, включая пеленальные столы, диваны, кроватки и прочее. Недалеко от аэропорта находятся различные отели острова, в которых можно остановиться. Забронировать можно в информационном центре аэропорта, а также на месте в гостинице, если не сделать этого заранее. В список входят такие отели, как «Хайку Милан Эопат Хотел», «Юююан Дисайн Хотел», «Хилтон Хайку Милан», «Хайку Мия Хотел», «Нонг Джезуан Гюн Хостел». На территории аэропорта действует бесплатный Wi-Fi. Нужно подключиться к «Эопат Wi-Fi Free Milan», зайти на страницу браузера и зарегистрироваться в системе. Имеются и стойки для покупки другой валюты, и банкоматы для снятия денег. Также в «Хайку Милан» довольно много магазинов, кафе и ресторанов, включая вип-зону. В список доступных развлечений входит «Вип-комната», вход в которую обойдется в 390 юаней с каждого на июнь 2018 года, «Бизнес Лаунч», «Хайнен Фрут Шоп», «Бест Хайнен Гифт», «Найн Домейн Шанкпин», «Конвенин Спешалти Стор», «Если есть желание купить еду или напитки», «Дали Силк Шоп», «Сичарм Крафтес Стор», «Зэ Кэп Минт Стор», «Хия Крафтес Стор», «Симбэ Лиш Перл» для покупки одежды или украшений, «Блуэра», «Фамаус Бренд Тугэве», «Линтон Рэндом Хаус», «Дисней Классик» для покупки сувениров, «Дати Фри Стор», «Кафе Инт Таасти», «Спайсос» и «Кафе Ритаза» в интернациональном терминале, «Макдоналдс», «Бургер Кинг», «Старбакс», «Мингзи Саурос» и прочие места питания в домашнем терминале. Дополнительная информация. Для более полного списка и местонахождения данных сервисов необходимо посетить официальных сайтов аэропорта, так как данные могут меняться. Авиакомпании. Аэропорт Хайкоу Мэйлань на острове Хайнен является аэропортом прилета рейсов многих авиалиний. Самым большим количеством рейсов отличаются данные авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Hainen Airlines, T-Engine Airlines, Shanshion Airlines. Обратите внимание, в аэропорт Мэйлань летают не только эти авиакомпании, однако все они азиатского происхождения. Более подробный список можно найти на официальном сайте аэропорта. Более того, прилетая из определенной страны, будет необходимость сделать визу по прибытию. Прямых рейсов из России нет. Аэропорт Санья Аэропорт Санья Феникс – второй крупный аэропорт Хайнань. Он расположен на юге острова Хайнань, будучи ближайшим аэропортом. Он находится в 15 километрах от города Санья. Комплекс был открыт в 1994 году. В 2017 году было обслужено 19 389 936 пассажиров, что сделало данный аэропорт 20-м в Китае по загруженности. Аэродром составляет 3400 метров. Контакты. Основной используемый код Санья Феникс Интернешнл Ээопод, По ICET-код будет принимать форму ZJSY. С аэропортом можно связаться, используя следующие номера. Справочная служба 0898 882 893 89. Горячая линия на английском 0898 882 893 90. Бюро находок 0898 882 895 75. Справочная по багажу 0898 882 891 26. Медицинская помощь 0898 882 893 34. Утерянный багаж 0898 882 870 16. Официальный сайт, где можно оставить различные онлайн заявки, а также посмотреть дополнительную информацию по рейсам на сегодня и завтра, доступен на английском и китайском языках. Табло с расписанием рейсов. Чтобы узнать о прилете и вылете определенного рейса, необходимо взглянуть на специальное табло. Они размещены по всему аэровокзалу, а также на официальном сайте комплекса, где также действует поиск. Табло состоит из четырех колонок «Время по расписанию», «Город», «Номер рейса» и «Статус». На последний столбец необходимо обращать особое внимание, так как именно там будет указано, будут ли задержки, отмены и прочие изменения в рейсе. Обратите внимание, на официальном сайте на главной странице всегда есть онлайн табло, которое также доступно с мобильного телефона. Тем не менее, всегда необходимо следить не только за ним, но и прислушиваться к тому, что говорят диспетчеры. Схема аэропорта. Аэропорт Санья-Феникс имеет три терминала, каждый из которых состоит из двух этажей. VIP-терминал находится примерно в 1200 метрах на юг от домашнего терминала. Это большое трехэтажное здание с отдельной парковкой, вип-залами, красивой архитектурой, фонтанами, 67 вип-лоунжами. Этот терминал используется для вип-клиентов, там проводятся все стандартные процедуры. Важно, прилет в данный терминал компания должна заказывать заранее по номеру 0898-882-891-81. Второй терминал является домашним, а третий – интернациональным. Есть возможность сделать чек-ин самостоятельно, а также сделать его у стойки регистрации. Киоском для самостоятельного чек-ина могут воспользоваться все, у кого есть электронный билет и нет сдаваемого багажа. Данные киоски находятся недалеко от стойк регистрации. Для того, чтобы таким способом зарегистрироваться на рейс, необходимо сначала ввести номер паспорта, выбрать рейсы и места на борту самолета. Затем киоск распечатает билет. Дополнительная информация. На официальном сайте Sonya Phoenix можно найти карты всех трех терминалов, на которых можно рассмотреть место расположения всех гейтов и прочих услуг. Услуги. На территории комплекса имеются несколько парковок. В перечень входит парковка домашнего терминала на 2567 мест, парковка международного терминала на 155 мест, вип-парковка на 131 место, комплексная парковка на 1440 мест, парковка авиационного города Санья на 600 мест. Первые 15 минут парковки бесплатны. Затем первый час стоит от 6 до 15 юаней, последующие часы от 3 до 8 юаней дополнительно, а парковка на первые 24 часа стоит от 20 до 30 юаней и от 10 до 15 юаней за каждые последующие 24 часа дополнительно. Все зависит от размера транспортного средства. Цены актуальны на июнь 2018 года. Сервис по хранению багажа находится на первом этаже домашнего терминала. Цена будет зависеть от размера и срока хранения. На том же этаже будет располагаться комната матери и ребенка, оборудованная всем необходимым. Обратите внимание, на территории комплекса действует бесплатный Wi-Fi, однако его активация происходит при помощи мобильного телефона. Таким образом, услуга доступна только для тех, у кого есть китайский номер. В непосредственной близости к аэропорту есть лишь один отель под названием Санья Феникс Эя Подхотел. Цены в данном отеле начинаются от 5000 рублей на июнь 2018 года. Есть возможность зарезать его онлайн или непосредственно на стойке регистрации. В комплексе имеются пункты обмена валюты, банкоматы, зоны для курения и прочее. Суммарно во всех терминалах имеется около 15 различных кафе и ресторанов от привычного Burger King до национальной кухни. Имеются магазины с сувенирами, с книгами, едой и напитками, а также дать и фри-стор. Дополнительная информация. Для полного перечня предлагаемых магазинов и мест питания необходимо посетить официальный сайт. Авиалинии. Аэропорт Санья Феникс обслуживает большое количество самолетов различных авиакомпаний. Наибольшее количество рейсов предоставляют Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, который предоставляет рейс из Москвы, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines. Обратите внимание, это не полный список авиакомпаний. Множество из них предоставляет только сезонные полеты. Например, компания iFly предоставляет полеты из следующей российских городов – Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск. На острове Хайнань имеются два крупных международных аэропорта – Хайкоу Мэйлань и Санья Феникс. Оба комплекса хорошо оборудованы, комфортабельны и занимаются как домашними рейсами по территории Китая, так и интернациональными. Задумываясь, какой аэропорт острова Хайнань лучше, следует отметить, что в Санья Феникс можно прилететь прямо из Москвы или других российских городов.